Компания Samsung представила этой весной свои новые флагманские смартфоны – Galaxy S8 и Galaxy S8+, разница между которыми заключается лишь в размерах экрана и ёмкости аккумулятора. Смартфон поставляется в комплекте с мощным зарядным устройством, соединительным кабелем, качественными двухдрайверными наушниками AKG, а также двумя переходниками с microUSB на USB Type-C и вторым переходником с USB Type-A на USB Type-C. Дизайн новинок получился необычным и привлекательным. Обтекаемый корпус полностью выполнен из металла и стекла. Металлическая рамка, симметрично сужающаяся по бокам и расширяющаяся на торцах, практически бесшовно соединяет переднюю и заднюю стеклянные панели Gorilla Glass 5, создавая законченную форму без единого острого угла и прямых граней. Рамка в передней плоскости экрана полностью скрывается за изгибом стекла, поэтому тут действительно можно говорить об истинно безрамочном варианте. За счет непривычного соотношения сторон дисплея аппарат получился более вытянутым, но из-за отсутствия рамок корпус настолько узкий, что его вполне комфортно удерживать в руке даже при большой диагонали экрана в 6,2 дюйма. Аппарат скользкий, но сами стекла отпечатками пальцев покрываются небыстро. Корпус полностью защищен от попадания пыли и допускает погружение в воду на глубину до полутора метров в течение 30 минут. На передней панели нет больше механических кнопок. Все кнопки теперь наэкранные, а сканер отпечатков пальцев перенесен не совсем удачно на тыльную сторону, где он оказался смещенным относительно центральной оси. Наверху установлены светодиодный индикатор событий и фронтальная 8-мегапиксельная камера без собственной вспышки, но зато она имеет светосильный объектив f1.7 и даже поддерживает интеллектуальный автофокус с функцией распознавания лиц. Качество съемки неплохое, но не идеальное. Там же находится сканер радужки глаз, который позволяет разблокировать смартфон. Сканер сработает быстро, но требует определенной сноровки. На задней стороне модуль основной камеры не выпирает за пределы поверхности. На нижнем торце установлен разъем USB Type-C, поддерживающий подключение по USB OTG, решетка динамика, а также миниджек для наушников и отверстие разговорного микрофона. Карты SIM формата Nano вставляются в гибридный разъем, расположенный на верхнем торце. Один из слотов совмещен с картой памяти. Боковые кнопки расположены по обе стороны корпуса. Также на левой грани имеется дополнительная клавиша для вызова интеллектуального помощника Bixby. В экране с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2960 на 1440 пикселей используется матрица Super AMOLED. Соотношение сторон дисплея 18,5 к 9 поддерживается стандарт HDR10. Экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому не слепнет на ярком солнце. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. Допустимо использовать режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, а также близкий к sRGB, цветовой охват и хороший цветовой баланс. Экран обладает всеми общими достоинствами OLED-дисплеев. От недостатка можно отнести возможное мерцание. С точки зрения качества изображения от загнутых краев только вред, так как эта дизайнерская находка вносит очень заметные искажения цветового тона и уменьшает яркость на краях картинки. Основная камера использует 12-мегапиксельную матрицу со светосильным объективом f1.7, системой оптической стабилизации и технологией Dual Pixel для более быстрой и четкой автофокусировки. Имеется очень яркая светодиодная вспышка. Снимает камера в автоматическом или ручном режимах. В режиме ручных настроек можно настраивать выдержку, ISO, баланса белого и экспокоррекцию. Есть режимы ретуши, HDR-авто и выборочный фокус для изменения глубины резкости на готовом снимке. Также камера соединена с интеллектуальным помощником Bixby, который должен распознавать объекты съемки, находить места и переводить тексты с экрана. Камера качественно снимает видео в максимальном разрешении 4K или Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Samsung продолжает работать над качеством своих камер. Гонка мегапикселей, к счастью, забылась, и теперь производитель уделяет больше внимания мелочам. Даже в сложных сюжетах камера не забывает про мелкие детали, поэтому изображение выглядит хорошо и при недостатке света. Мыльность постепенно сходит на нет, а значит алгоритмы программы улучшились. Программа практически перестала терять детали, а шарпинг почти незаметен. Конечно, если внимательно приглядеться, можно найти и то, и другое, но это уже придирки. В целом же камера получилась вполне флагманской и отлично справится со множеством различных сюжетов. В комплекте со смартфоном поставляются двухдрайверные наушники AKG с очень неплохим звучанием. В наушниках со звуком все хорошо, однако звук внешнего динамика не так впечатляет. Динамик выдает довольно однообразный и плоский звук без заметной глубины и насыщенности, хотя к чистоте и запасу громкости претензий никаких нет. В качестве аппаратной платформы используется однокристальная система Exynos 8895 Octa с 8 ядрами CPU с максимальной частотой до 2,3 ГГц и новейшим видеоускорителем Mali-G71 с поддержкой графического API Vulkan. Платформа выполнена по новейшему 10-нанометровому техпроцессу. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной памяти 64 ГБ. На карту памяти можно устанавливать приложение. На рынках других стран появится и другая модификация модели, основанная на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 835. По итогам всех тестов Samsung Exynos 8895 показала максимальные результаты. Согласно тесту Antutu, в котором аппарат набирает более 170 тысяч баллов, это наиболее мощная на текущий момент мобильная платформа из всех ранее протестированных. Смартфон уверенно справляется с любыми задачами в реальных сценариях, а благодаря мощному видеоускорителю она прекрасно ведет себя и в самых требовательных играх. Galaxy S8 Plus работает под управлением операционной системы Android 7.0, собственной фирменной оболочкой, которые предлагают массу дополнительных возможностей, расширяя стандартную функциональность Android. Здесь есть и двухоконный режим работы, и возможность использовать загнутые боковины экрана. Есть поддержка жестов и режим уменьшения рабочей площади экрана для удобства управления одной рукой. Но главную особенность новой оболочки составляет, конечно же, интеллектуальный помощник Bixby, который будет уметь не только отвечать на вопросы, собирая информацию в сети, но и определять продукты при помощи камеры и искать их на Amazon, переводить тексты в режим реального времени, распознавать достопримечательности. Правда, некоторые из функций пока недоступны и появятся позже. Коммуникационные возможности включают поддержку российских частот LTE, двух диапазонов Wi-Fi, Bluetooth 5.0. А вот модуль NFC, к сожалению, не умеет работать с электронными проездными. Навигационный модуль поддерживает все три системы – GPS, GLONASS и Beidou. К его скорости и четкости позиционирования претензий нет. Аккумуляторная батарея емкостью в 3500 мАч позволяет функционировать 21 час 30 минут в режиме чтения, 14 часов и 30 минут при видеопросмотре или более 5 часов в игровом режиме. Цены для российского рынка уже определены. Смартфоны Galaxy S8 и S8 Plus поступили в продажу в России 28 апреля по рекомендованной розничной цене 54 990 рублей и 59 990 рублей соответственно. Таким образом, за 60 000 рублей производитель предлагает один из лучших смартфонов по многим показателям, в том числе по качеству камеры, производительности аппаратной платформы и продвинутым коммуникационным возможностям в весьма привлекательном корпусе, а также с массой дополнительных функций, многие из которых, впрочем, перешли сюда из предыдущих моделей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok